Сейчас собираюсь с батюшкой, мы плотненько сотрудничаем. Мы здесь, вот в этой книге тоже есть поэма, первосвященнику-то, кстати. Мне батюшка заказывал эту поэму, мы с ним работали. А сейчас у нас есть купинская газета, обычная наша, моя Кулунды, потом общественная газета есть, а духовной газеты у нас нет. И мы с ним задумали выпускать нашу купинскую газету. Может быть она как-то купина будет называться, потому что символом нашего района является неопалимая купина. Она везде на гербе города, на гербе района. С названием еще определимся. Вначале это будет газета в электронном виде. Но мы сейчас, кстати, в сайте епархии выставляем, освещаем наши какие-то события. Я пишу статейки, и мы с фотографиями уже на сайте епархии их выставляем. Но это как бы такие, ну еще не газета, это заметки. Но мы планируем сделать свою газету. А потом, возможно, найдутся спонсоры. Может быть маленьким сначала тиражом будем выпускать эту газету. Потому что нашему району очень повезло, что у нас есть такой священник. Есть конкурс специально значимых проектов. Да, вот эта хорошая идея, он пройдет. Пройдет, да? Там приличные деньги можно. Да, вот можно, да. Мне, кстати, такую идею уже предлагали. Я в социально значимом проекте принимала участие, потому что у меня кукольный театр сейчас вот там дома, на верхней полочке шифонера в антресоле лежит. А когда-то он, этот театр, звучал. А сейчас нас из садика попросили, потому что школа у нас теперь в едином, под единой крышей. А когда-то у нас в садике крыло было начальных классов. Там было достаточно помещения, и у меня был, развивался кукольный театр. Вот. А потом, ну, так вот свернули это все. Сложила я. С внуками играю в кукольный театр. Им очень нравится. Иногда на уроке, когда я преподавала в начальной школе, брала тоже кукол. С ними работали. Вот. Поэтому мне очень жалко, что такая хорошая идея. Кукольный театр был своеобразный. Не покупные были игрушки, хотя Татьяна Чубарова мне присылала 12 игрушек, тех, которых мне не хватало для спектаклей. Но в нашем стиле плюшевых таких. То есть мы из плюшевых игрушек перешивали, делали кукол-рукавичек. И куклы, которые были заброшены на чердак, или куда-то, и он назвался у нас театр, звезды с крыши. Потому что первая собачка, которую я действительно нашла на чердаке, пролежала не знаю сколько лет, потому что нам эту квартиру когда дали, мы пожили. Еще этой собачки у меня не было. И когда я поднялась туда, на крышу, я ее нашла, она вся была в паутине, вся-вся-вся, я ее отряхнула, стирала, разборола, сшила, прекрасный актер получился, щенок такой. И у меня такая идея возникла, что вот эти игрушки, много бросовых, дети поиграли, бросили, у кого-то там ухо оторвалось, у кого-то там лапа, а можно из нескольких игрушек, ну допустим, сделать. И я эту идею подняла, и на ура шел этот кукольный театр, спектакли были, я сама писала сценарии в стихах, песни тоже передела. Вот одну идею вы озвучили с газеты, да? Да. Православную, да? Еще какие идеи у вас есть? Еще идея. У нас песни с Анатолием Тимоновым. Вот сейчас вышел сборник по итогам конкурса «Рождество Христово», и в этот сборник вошли две наших песни с нотами, то есть они песнями. То есть можно выпустить еще сборник песен. У Татьяны Бернякович сборник песен она выпускала, я еще свой не выпускала. То есть вот можно сделать... У меня же песен много, и Татьяна Чубарова поет, и Наймушин пишет, и с Тимоновым мы много написали. Можно найти, если спонсора, выпустить сборник песен. Потом я по топонимике нашего района хочу, уже начала работу, у меня несколько набросков стихотворений есть, то есть в стихах топонимику нашего района. написать «Батюшка» мне тоже помогает в этом плане. Он рассказывает истории, потому что эти истории уже забыты, а он ездит с населением, общается. И бабушки, старожилы рассказывают о том, что они помнили. Это очень интересные истории. Рождественка, почему она так называется, лягушья, почему она так называется. Там такие прекрасные истории. Если это написать, да еще написать в стихах, то, конечно, это не умрет, и можно это даже топонимику тоже книжечкой выпустить. И в наш краеведческий музей можно. У нас же еще музей в ПУ же есть, можно и туда будет это передать. То есть и музейные экспонаты пополнятся, и история наша сохранится. Когда она лежит сухая, просто в бумажном варианте, она неинтересна. А когда ее обыграешь в образах, ну вот, фотографии какие-то добавить. Я когда сама слушаю эти истории по названию наших сел, так интересно. Вот хочется поделиться этим с нашими жителями, чтобы все гордились и знали историю нашего района, историю происхождения. Кстати, многие уже села ушли, канули в лето, разрушенные. Это очень жаль. У них тоже красивые были имена, тоже свои красивые истории были. Я о них тоже напишу, потому что батюшка мне рассказал. Я это сохраню. Вот, обыграю все это. Схожу еще, значит, в музей. Подниму архивы, еще что-то дополню, чтобы не только голословно, что мне рассказали, я еще опираюсь на документы. Вот, напишу это все. Потом у меня задумана поэма. Сейчас есть такой святой парень, я его сейчас не помню, но наш солдат, которому в Чечне, которого казнили, отрезали голову, и потом мать этого солдата ездила туда, чтобы забрать тело. Это недавно что-то было? Ему... Нет. В Чечне это уже сколько лет прошло, это уже вывод войск, это сколько было? Нет, это уже лет 20 назад было. Лет 20 назад, но эта история... Его канонизировали. Он теперь канонизированный святой. То есть очень интересная история, как мать ходила, как его казнили, как это все было, как его заставляли отречься от нашей веры, как он крест не дал с шеи снять. Это вот настолько поучительная, глубокая такая история, что тут у меня сейчас рассказывают, начинают бежать мурашки. Вот у меня все это в интернете я скачала, все это... Есть история, которая пока в прозе, которая есть в интернете, я хочу поэму в стихах написать. Вот песня об этом парне тоже есть, такая, что до слез прошивает. Я когда узнала, прочитала, так захотела написать. Загорелась, но все, пока времени не было. Ну, сейчас нагрузка у меня в школе поменьше стала, времени побольше. Сейчас зима наступит, зимние длинные ночи, как раз для творчества. Буду писать. В основном ночью пишете? Ну, вот с батюшкой мы писали по ночам, потому что он после всех своих служб, после всего он мне звонил, мы с ним общались, и я где-то в первом часу с ним заканчивала разговоры, садилась, писала, где-то до трех, до четырех писала. И вот как-то мы с ним за неделю управились, написали. Потом я ему отчитывала, мы с ним обсуждали, вот так интересно все было. У меня, когда есть кто-то в союзниках, вот кто мне помогает, вот батюшка Анатолий Тимонов, Татьяна Чубарова, то есть когда вот я с кем-то работаю, меня это еще больше стимулирует, потому что я уже не одна, когда одна, я могу в дальний ящик идти свои проекты, задвинуть, так же, как с этим парнем, солдатом нашим. Очень жаль, что я так сделала, но я это все равно напишу. Интересная история. Вот. Уже пора, наверное, выкругляться. Ну, смотрите, еще какой вопрос задайте. В принципе, достаточно информации, просто у нас тоже водитель там сидит. Надо нам побыстрее. Ну, внуков тогда не успеем снять. Ну, можете еще когда-нибудь подъехать. Фотография есть у вас? Да. Давайте мне на какую-то фотографию. Может быть, я это, давай я тебе их подъехаю.